Здравствуйте! В эфире новости АТН, студия Оксана Пилькина и в начале коротко о главных темах выпуска. Энергетики выключили рубильник. Из-за долгов гор электротранса в воскресенье трамвай не вышли на линии. Собираются ли в мэрии решать эту проблему? Вакцинация домашних питомцев и массовый отлов бездомных животных. В Холодногорском районе выявили вирус бешенства. В частном секторе объявлен карантин. Были задержаны двое граждан Украины, жители Николаевской области, которые совершили данное преступление по заказу с целью получения денежных средств как долга. С коктейлем Молотова против должника. На проспекте Науки совершено покушение на убийство. Заказчик и исполнители задержаны. Мне нравится такой образ жизни. Ну а на данный момент, так как в стране что происходит, я лично за свой город, Харьков, за Украину порву любого, так сказать. Служба по контракту. Все больше девушек стремятся попасть в армию и защищать родину наравне с мужчинами. А теперь к подробностям. В Харькове возобновили работу маршруты трамваев, отключенных от питания в воскресенье. Но несмотря на наличие питания в сети, вопрос долгов до сих пор остается открытым. По словам энергетиков, Горэлектротранс должен порядка 47 миллионов гривен за потребленную электроэнергию. О воскресном отключении водители трамваев сегодня рассказывают с возмущением. Говорят, стали заложниками ситуации и почти на сутки оказались заблокированы в собственном депо. Еще хорошо, что энергетики выключили рубильник в выходной день. Ажиотажа среди пассажиров не было. Да и возмущенных не наблюдалось. Люди отнеслись с пониманием. Из-за отключения трехтяговых подстанций Горэлектротранса в воскресенье из Октябрьского депо не вышли трамваи пяти маршрутов. Энергетики говорят, вынуждены были пойти на такие непопулярные меры из-за накопившихся долгов. На данный момент размер задолженности составляет почти 47 миллионов гривен, а уровень расчетов за потребленное электричество едва набирает 1%. Фактически, говорят энергетики, они возят пассажиров за свой счет. При этом ни мэрия, ни Горэлектротранс решать проблему с долгами, похоже, не собираются. Мы постоянно направляем уведомления городскому электротранспорту о предстоящих отключениях, но мы до определенного момента не шли на радикальные шаги, понимая важность, ответственность этого вида, скажем, городского транспорта для жителей города. Но, к сожалению, запас прочности у нашего предприятия уже исчерпан. У нас нет ресурсов для того, чтобы оплачивать потребленную электроэнергию. И поэтому мы переходим уже к вот таким вот действенным шагам. Между тем, в мэрии подобные действия энергетиков называют не иначе, как шантажом и грозят, в свою очередь, Харьков, Облэнерго. При этом отмечают, долги транспортников местного бюджета никак не касаются. Счета по электроэнергии перекрываются компенсацией за проезд льготников. И этих денег хватило бы с лихвой, но в этом году из государственной казны не пришло ни копейки. Мы будем настаивать на том, что это должно сделать государство. Там, где есть обязательства города, и это наше обязательство, это мы приняли решение, как в том же метро возить, это наши вопросы. А там, где это вопросы государственные, на самом деле это, опять же, нарушение закона. То есть мы за что будем платить этим предприятиям? За что мы должны возвращать деньги? Выбивать деньги из Киева в мэрии планируют с помощью обращений в Кабмин. Очередное, говорит Водовозов, уже готовится. Между тем, энергетики, вернувшие питание в депо сегодня рано утром, уже в среду планируют отключить его в админзданиях Горэлектротранса. Ксана Чапаренко, Михаил Воронков, агентство телевидения новости. В Харькове очередной случай бешенства. На этот раз вспышку заболевания зафиксировали в Холодногорском районе. Однако в мэрии отмечают, вакцина от бешенства в городе – дефицит. Она только начинает поступать в больницы. Холодногорский район Харькова, частный сектор, улица Петра Болбачина, бывшая Клопцова. На столбах развешаны таблички с информацией о пунктах вакцинации животных. Накануне здесь был зафиксирован случай гибели животного от бешенства. Михаил рассказывает, его любимец, шестилетний кот Тишка, внезапно пропал среди недели на пару дней. А когда объявился, ввел себя крайне агрессивно. На правой лапе у животного были следы укуса. Случай бешенства был в моем домовладении. Видимо, бешеный собака покусал нашего домашнего кота. Он пришел домой, был травмирован. Затем мы его пытались лечить. И он от боли укусил сначала меня, затем жену. Мы отвезли под материал. Он умер на следующий день. Мужчина отнес погибшее животное в областную ветлабораторию, где констатировали страшный диагноз – бешенство. Михаилу и супруги назначили обследование и профилактический курс прививок. В настоящий момент часть территории частного сектора объявлена зоной карантина. Проводятся меры по профилактике и устранению очага заболевания, сообщила журналистам замгородского головы по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан. Была собрана соответствующая комиссия, было принято извещение главного ветеринарного врача случившимся, соответствующие документы, протоколы, результаты исследований. И уже с 11 числа обязана первая ветеринарная поликлиника в зоне нахождения заболевшего животного проводить подворные обходы, предлагать прививки против бешенства, осматривать животных, если таковые имеются. Местные жители уверены, переносчики столь опасной инфекции – крысы, которых в районе немало. Именно они заражают собак и котов, а те, в свою очередь, несут опасность хозяевам, рассказывает Татьяна. Очень много крыс. Я не знаю, откуда этот источник и почему, где он взялся, но в этом году особенно много. И поэтому, если бы городские власти обратили внимание на этот вопрос и приехала какая-то санэпидемстанция или что-то это самое, то есть, ну и здесь, и там, и везде, на всех сторонах очень много крыс. Уже с завтрашнего дня в буферной зоне силами сотрудников Центра обращения с животными будет проводиться отлов беспризорных кошек и собак. В свою очередь ветеринары предупреждают бешенство – очень коварное и смертельное заболевание как для животных, так и для человека. Для инфицирования достаточно одного укуса или контакта слюны зараженного животного со слизистыми. Если у питомца внезапно изменилось поведение, следует обратить внимание на симптоматику, говорит Антон Орленко. Если, в общем-то, животное заболевает, то первые клинические признаки – это слюнотечение, светобоязнь, животное начинает прятаться, искать какие-то укрытые места. Обязательно в процессе заболевания развивается порез гортани, то есть животное боится ВД, она не может сглатывать ее. В случае укуса больным животным у человека только один путь – кабинет рабиолога и курс лечения специальной вакциной, поясняет врач. Однако в Харькове она пока в дефиците, сообщили в мэрии медучреждения, ее только начинают получать. Веленмода, Владимир Борох, агентство телевидения новости. С коктейлем Молотова против должника. Преступление на проспекте науки, подозреваемые в его совершении, а также предполагаемый заказчик задержаны. Ранним утром на часах было около пяти, в окно одного из домов по проспекту науки влетела бутылка с зажигательной смесью, отчего в квартире произошел небольшой пожар. Правоохранители, занявшиеся расследованием этого преступления, сумели довольно быстро выйти на подозреваемых, после чего произошло задержание. Были задержаны двое граждан Украины, жители Николаевской области, которые совершили данное преступление по заказу с целью получения денежных средств как долга. Через некоторое время был задержан и заказчик данного преступления, житель Запорожской области. Подозреваемым в совершении преступления 23 года и 31 год, предполагаемому заказчику 53. Он пытался, по словам правоохранителей, на собственном автомобиле пересечь границу, но не успел. Открыто уголовное производство по статье «Покушение на убийство», за которое подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается. Виталий Лапскир, агентство телевидения «Новости». Служба в вооруженных силах Украины по контракту. С Харьковского сборного пункта сегодня отправили очередную команду новобранцев. Их всего 40 человек. После учебы в центрах ВСУ артиллерийские танковые подразделения пополнятся новыми военнослужащими. Особенность этого призыва – большое количество девушек, которые хотят служить в армии. Александра Осипенко, 18 лет. Девушка утверждает, она на 100% готова к службе в армии, ее не пугают трудности. Ее цель – попасть в 53-ю бригаду и стать разведчицей. Изначально моя мотивация была просто – мне нравится такой образ жизни. Ну а на данный момент, так как в стране что происходит, я лично за свой город, Харьков, за Украину порву любого, так сказать. Мама двоих детей Елена Скидина оставляет семью на родственников и едет учиться на оператора связи в Полтавский учебный центр ВСУ. Женщина говорит, что давно хотела помочь украинской армии и нуждала, чтобы подрос младший сын. В данный момент ее цель – стать лучшим специалистом в своей отрасли. И она уверена, что справится с любым заданием. Да, у меня спрашивали, хорошо ли я подумала. Нет, я говорю, а рули не играют, а мужчина служит, а женщина. Казалось, что женщине не важко будет. Я думаю, что нет. Женщин в этой команде новобранцев 10. Вместе с мужчинами не подписали контракт и следующие полгода будут иметь возможность проверить все аспекты жизни в армии на себе. Представители Харьковского военкомата хвастаются. Желающих защищать родину становится все больше. В начале 2016 года Харьковским областным военно-комиссариатом было призвано 2013 военнослужащих за контрактом. Все плановые показатели Харьковского областного военно-комиссариата, районные военно-комиссариаты выполняют в полном обсяде. Хочу сказать, что за липень месяц было призвано 400 человек. Это лучший показатель по всей Украине. Уже сегодня вечером всех военнослужащих развезут по учебным центрам, где они проведут ближайшие два месяца. Наталья Белокудря, Владимир Борох, агентство телевидения новости. И далее в региональном выпуске новостей вы увидите. Вот этот человек, вот его так зовут, вот с ним это случилось, это его жизнь, и его жизнь является абсолютной ценностью. И это главная, я бы сказал, глубоко антитоталитарная идея. Увековечить память жертв тоталитаризма и рассказать о преступлениях сталинского режима. В Харькове стартует проект «Последний адрес». Очень хорошие травушки сюда попали, пустырники, донники, расторопша, шалфей. Это все полезные травушки, мы считаем, что это хороший мед, и его больше, чем, например, гличиха. Гличиха, к сожалению, в Харьковской области очень трудно ее собрать. Мед, прополис, пыльца и медовуха. В саду Шевченко открылась традиционная ярмарка меда. Космическая музыка в Саржином Яру. Кто играет на ханге для горожан и как реагирует харьковчанин на необычную музыку? Подробности чуть позже. Репрессии советского периода и тысячи безвинно убитых людей. Увековечить память жертв тоталитаризма и рассказать о преступлениях сталинского режима. После России и Чехии в Харькове стартует проект «Последний адрес». Мемориальный проект «Последний адрес» посвящен жертвам репрессий советского периода и призван увековечить именно тех людей, которые были репрессированы. Его инициатор, российский журналист Сергей Пархоменко, в ходе общения с харьковскими коллегами рассказывает, что идею взяли из европейского проекта «Камни преткновения». Он заключается в закладке памятных камней возле дома, в котором жил репрессированный гитлеровцами человек. Наша идеология заключается в том, чтобы перевести разговор с каких-то высоких геополитических обстоятельств на судьбу конкретного человека, на жизнь одного человека. Вот этот человек, вот его так зовут, вот с ним это случилось, это его жизнь, и его жизнь является абсолютной ценностью. И это главная, я бы сказал, глубоко антитоталитарная идея. Кроме России, проект работает пока только в Чехии и Украине. Чтобы заказать информационные таблички с именем репрессированного человека, необходимо оформить заявку и оплатить символическую сумму, которая в России составляет 4000 рублей. Для Украины точная цена еще неизвестна. После поступления заявки сотрудники проекта работают в архивах, ищут информацию о человеке, выясняют, почему он был репрессирован и где проживал. Результатом этих поисков становится информационная табличка, которую сотрудники проекта вешают на фасад дома, из которого человека увезли. Сергей говорит, что работа проекта в Украине, и в частности в Харькове, зависит от количества людей, готовых к этому проекту присоединиться. Задача, конечно, заключается в том, чтобы собрать вокруг этого людей, чтобы создать комьюнити людей, которые думают об этом, помнят об этом, знают об этом, говорят об этом, объясняют это своим детям, разговаривают об этом со своими соседями. Вот что важно. И каждая установка каждого такого мемориального знака превращается в маленькую церемонию. Но главной задачей, отмечает Сергей, является память людей о кровавых репрессиях и безвинно убитых гражданах. Поэтому пока что команда проекта работает с теми персонами, которые были реабилитированы, а в планах работа с большими харьковскими архивами и тысячами репрессированных украинцев. Артур Рязанов, Олег Мартынюк, агентство телевидения «Новости». Пчеловоды из нескольких областей Украины вновь собрались в саду Шевченко. Здесь открылась традиционная ярмарка меда. Харьковчане смогут не только выбрать и приобрести любимый сорт меда, но и научиться действительно выбирать качественный продукт. Акация подсолнух, липо и разнотравье. На ярмарке в саду Шевченко пчеловоды хвастаются медовым разнообразием. Несмотря на плохую погоду на выходных и сегодня с утра, рассказывают продавцы пчелиного продукта, от покупателей нет отбоя. Харьковчанам предлагают не только несколько видов меда, а и настойки прополиса и подмора. Мед в сотах, пыльцу и медовуху. Есть у меня чистая терновая. Терновка выдержка 2012 года урожая. Ей уже 4 года будет в ноябре месяце. Есть медовуха сборная с фруктовой. Виноград, вишня, смородина, малина, земляника лесная. Вот это сбор и получается такой аромат. У нас социальный мед это разнотравье. Очень хорошие травушки сюда попали. И пустырники, и донники, расторопша, шалфей. Это все полезные травушки. Мы считаем, что это хороший мед. Его больше, чем, например, гречиха. Гречиха, к сожалению, в Харьковской области очень трудно ее собрать. От чего это зависит, мы даже не можем сказать. То ли это земля такая, то ли это сорта такие у нас. Мы, например, на Суму выезжаем, в Сумскую область. Прополис продают за 10-15 гривен за 100 граммов. Медовуху на ярмарке можно купить от 50 до 80 гривен за пол-литра. Цены на социальный мед колеблятся от 60 до 80 гривен за литр, рассказывают пчеловоды. Гречишный 100-150 гривен. Стоимость липова немного выше – от 120 до 180 гривен за литр. В этом году, говорят, на ярмарке немного подорожал мед из акации. На цену повлияла плохая погода весной. Меда на пасеках стало меньше. В этом году год непростой. Весенние меда мало. То есть из-за того, что была плохая погода, были дожди. Очень сложно с первым медом. То есть с акацией. То есть цена на акацию намного выше, чем в предыдущие годы. А в целом, в принципе, нормальный. То есть меда достаточно. Есть выбор, ассортимент меда. Самая популярная продукция среди покупателей, говорят харьковчане, липовый и акациевый мед. На третьем месте – медовуха. Предпочитаю акация. Мед акация. Самый лучший мед и всем рекомендую. Ну, также липа тоже очень вкусный мед и полезный. В основном я пришел, чтобы посмотреть и попробовать меда определенные и перга. То есть перга славится составом микро-макроэлементов, витаминов и так далее. В этом году ярмарка собрала пчеловодов не только из Харьковской области, а также из Сумской, Запорожской и Луганской. Попробовать несколько видов меда и приобрести другие пчелиные продукты харьковчане смогут до 20 августа. Лариса Говина, Олег Мартынюк, Агентство телевидения новости. Необычный музыкальный инструмент в Харькове. Кто играет на ханге и где насладиться космическими мелодиями, узнавали журналисты АТН. Необычный инструмент, наполняющий энергией, извлекающий просто космическую музыку, звучит с сарженом Юру практически каждый день. Ханг, а именно так называется этот сферический предмет, очень мелодичен, буквально завораживает слушателей. Вячеслав играет на ханге уже несколько лет. Говорит, что желание работать именно с ним пришло случайно. Он пробовал играть на многих инструментах, но они ему не подходили. Как вдруг наткнулся на видео, в котором музыканты играли на ханге. С этого все и началось. Я увидел запись одну в интернете, и играли двое парней на инструменте. И мне очень понравилось. Очень понравилось, просто какое-то такое было состояние, какое-то вот освобождение какого-то внутреннего ощутил, радость. Ну, я просто захотел, чтобы у меня такой инструмент был. Просто очень захотел, потому что я почувствовал как-то здорово. Общаться здорово, играть здорово в этом инструменте. Инструмент Вячеслава сделан харьковским мастером, хотя придуман он был в Швейцарии. Музыкант говорит, что к нему часто подходят люди, слушают. Есть даже постоянные ценители, которые иногда благодарят музыканта деньгами. Вячеслав от вознаграждения не отказывается. Убежден, если люди сами дают, значит, они того хотят. Слушатели тоже довольны. Говорят, музыка необычная и комфортная для человеческого уха. Музыка очень хорошая, спокойная, романтичная, мечтательная какая. Посетители также признаются, что ждут Вячеслава, потому что его музыку приятно слушать. И чем-то она даже напоминает произведение классиков. Немножко Петховина здесь напоминает лунную сонату, иногда созвучие. Вот, я с удовольствием слушаю. О наиболее заинтересовавшемся Вячеслав даже разрешает попробовать сыграть на необычном инструменте. Артур Рязанов, Михаил Воронков, агентство телевидения новости. И о погоде. На этой неделе возвращается жара. Практически по всей Украине будет солнечно и без осадков. Днем воздух будет прогреваться от 22 до 32. Ближе к выходным столбики термометров будут показывать до плюс 35. В Харькове на этой неделе также будет тепло. Кратковременные дожди местами с грозами ожидаются во вторник и среду. Завтра к ним еще может прибавиться град и шквальный ветер – 15-20 метров в секунду. В остальные дни – без осадков. Завтра по области ночью ожидается до плюс 15 градусов тепла, днем – 23-28. По городу ночью – 11-13 со знаком «плюс», днем – до плюс 26. В среду, 17 августа, ночная температура составит 13-18 градусов тепла, днем – до плюс 31. В четверг, 18 августа, ночью ожидается до плюс 19, днем – воздух прогреется до плюс 33. В пятницу ночью будет еще теплее – до плюс 20, днем – без изменений. В субботу прибавится еще тепла. Ночная температура составит от 16 до 21, а дневная поднимется до плюс 35. На этом у меня все. Больше новостей на нашем сайте atn.ua. В студии работала Оксана Пилькина. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин